приветствую вас друзья ну что сегодня я хочу предоставить вам некий отчет такой по тренировке большого снайпинга но с малокалиберной винтовкой я делал уже 2 видео в стрелковых дневниках где показывал за кулисье всего процесса и говорил о том что я хочу взять упражнение с чемпионата всероссийского по снайпингу по версии федерации стрельбы на дальней дистанции который проходил в сентябре на который я как бы ориентировался записывался даже но на который не поехал посчитал что я еще ну не готов плюс двухдневный марафон достаточно серьезные финансовые затраты по расходникам я еле успевал там пришлось бы опять наверное в ночь перед соревнованиями крутить патроны но теоретически поехать туда конечно мог но решил в этот раз пока не ездить еще пока потренируюсь поработаю по оттачиваю мастерство попривыкаю к новой винтовки и для того чтобы не скучать и вам был контент и вот меня спрашивали можно ли тренировать большой снайпинг при помощи малокалиберной винтовки сегодня как раз хочу вам показать как я это сделал я взял 18 упражнений с чемпионата по снайпингу там были дистанции до 1200 метров для себя я определил эквивалентом данной дистанции 300 метров то есть тем самым я в четыре раза уменьшил дистанции надо сказать что некоторые упражнения пришлось изменять по дистанциям либо это было слишком легко либо слишком сложно поэтому есть определенные наработки на этот счет я переработал брифинги и предоставлю вам ссылочку в описании где вы можете скачать эти брифинги у себя что-то подобное сообразить в стрелковые дневниках я рекомендую посмотреть какое оборудование я использовал какой эквип так называемый надо сказать что для ускорения процесса три стойки маловато нужно еще хотя бы несколько стоек несколько гонгов и я уже озаботился этим процессом и в принципе сейчас вот на данный момент у меня есть даже мысль а почему бы не провести мк снайпинг у себя на стрельпище посмотрим подумаем может быть зимой как раз эту тему и замутим будет очень интересно увлекательно и я обязательно с вами поделюсь если организует а естественно приглашу поэтому будем открывать прямо по порядку я напомню кто не знает правила этих соревнований и их разбор есть у меня на канале сейчас будет ссылочка где-то здесь подсказки посмотрите пожалуйста видео и вы поймете в чем суть то есть у нас есть три модуля модуль точность это бумажное упражнение модуль динамика в основном неустойчивые и модуль long range где мы стреляем на дальний сверх дальние дистанции и соответственно все эти упражнения относятся к тому или иному модулю так как они идут у меня по порядку я их расположил в хронологическом порядке я их и буду вот как в брифинге они есть так мы и пойдем ну то есть я стрелял понятно их по модулям но вам они будут показаны так как они озвучены в брифинге с этим понятно также есть программа которую можно скачать на сайте федерации стрельбы на дальние дистанции где я вбил все эти брифинги непосредственно в программу и сделал подсчет тех результатов что у меня получилось и у меня как сказать по итогу получились некие очки нас которые в принципе можно даже посмотреть так день у нас тут развернем все это дело вот тут она в процентах но можно по модулям посмотреть конкретно очки все это дело просуммируем и в итоге сравним с теми результатами которые были у стрелков на соревнованиях потому что все данные в принципе есть но это наверное оставлю за кадром просто итог вам покажу короче все дело это я вбил и давайте пойдем по порядку вот мы открываем упражнения и погнали по порядку так первое у нас упражнение а сперва пристрелку давайте покажу в принципе пристрелялся достаточно быстро пристрелку осуществлял на дистанции 50 метров обнуляемся пристрелка ни хрена себе прям в пипочку сразу но это первый выстрел будем считать обнулились первое упражнение брунствер дистанция от 180 до 254 метров гонги на дистанции 180 10 сантиметров и 254 метра 15 сантиметров до 10 выстрелов так упражнение брунствер гонги а 100 около 180 метров гонг б 250 метров 10 и 15 сантиметров так особенностью является то что стреляем без заднего мешка поехали Субтитры сделал DimaTorzok Следующее упражнение с кулачка. Дистанция 143 метра. Гонги А 7,5 см. Б 5 см. До 10 выстрелов. То есть нужно по звуковому сигналу поразить цель А, потом цель Б. Упражнение с кулака. Дистанция 143 метра, но у меня 147. Два гонга. Гонг А 7,5 см. Гонг Б 5 см. 7,5 см висит справа. Гонг 5 висит слева сверху, над пятнашкой. Так, 120 секунд. Стоя стоим. Винтовка в руках у бедра. Ствол направлен в сторону мишени. По звуковому сигналу поразить цель А, потом цель Б. То есть 7,5 см, потом 5 см. Так, так, так. По одному разу. 10 патронов у нас удается. Так, винтовка в руках. Параллакс, поправка. Все, я готов. Огонь! Так. У меня там жирная такая херовина. Я постреляю еще в нее. Понятно, куда попадаю. В круглик или в ножку. Но накачнулась эта цель как бы. Широкая чересчур ножка получилась. Но это не совсем вармент убойка. Конечно же, ее по-хорошему бы срезать. Может быть, я даже это и сделаю. Чтобы не было толкований насчет того, что попал в убойку или нет. То есть гонка у нас зачетная зона 5 см. Ножка шире. Ножка широкая. Она где-то 3,5 см. Наверное, 4 см. Поэтому могли быть попадания в нее. Но в данном конкретном случае, естественно, я это засчитываю. Даже если в ножку попал. Потому что целился сейчас четко в этой. У меня промахи были. Если даже в нее попал. То есть она как бы меньше по размеру. По горизонту с учетом ветрового сноса. Это сложнее даже. Но двусмысленность толкования надо все-таки исключать. Поэтому будем дорабатывать этот момент. Пятерку гонки я ни у кого не видел. Если есть ссылочка, то киньте. Я куплю. Вармент убойку можно сделать 5 см. Ну, как вариант. Да. У нас все поражения идут в ножку. То есть, по факту, эта мишень не убита. Все идет в ножку. Но делать ее меньше. Ну, сильно выше ушло у нас. Где-то на 5-7 см. И здесь все попадания выше идут. Но это уже дело баллистики. Один клик надо было добавить. Ну, ладно, на 180 метров относится. Достаточно просто у меня это получилось. Я думаю увеличить дистанцию. Это лонг рейндж у нас. Нет, модуль 2. Это у нас. Третье упражнение. Три штатива. Дистанция 167 метров. Три гонга. А. 15 см. Б. 10 см. В. 7,5 см. То есть, нужно поразить последовательные цели А, Б, В. С опорой на разные штативы, занимая позиции по выбору. Ну, то есть, я один штатив использовал. И два разных положения на камне. Ну, хотя, по-хорошему, можно поставить и три штатива. Ну, просто у меня один был занят для съемок. Второй для теодолита. Вот как раз я использовал его для этих целей. Давайте посмотрим. Это модуль 3 у нас. Точность. Так, а что там после каждого? Есть. Я там запись включил. Смотри. Здесь облизал его. Так, четвертое упражнение. Упал, отжался. Дистанция 100 метров. Гонг 5 см. 241 очко. Но я стрелял по гонгу 7,5 см. По пятерке почему-то я не стал стрелять. Видимо, перепутал. Не знаю. Ну, там три старта. Три выстрела, три отдельных попытки. Давайте посмотрим. Так, это модуль 2. Так, упражнение упало, отжался. Дистанция стрельбы 100 метров. Гонг 7,5 см. Он крайне справа на стойке висит. Три выстрела. Каждый выстрел отдельный старт. На каждую попытку дается 20 секунд. Я не буду сейчас секундомер использовать. Просто нарежу по тайм-коду. Есть такая возможность у меня. И там мы посчитаем, сколько уйдет на каждую попытку. То есть три отдельных старта. Попытка 1. Старт. Попытка 2. Старт. Попытка 3. Старт. Все три поражены. Здесь хочу сказать момент, который я обнаружил. Ну, не то, что обнаружил, а заметил во время соревнований большого снайпинга. Вы могли это сейчас заметить. Когда мы падаем вот в таких вот упражнениях, нам нужно упасть так, чтобы винтовка, которая уже выставлена и практически наведена на цель, не сдвинулась. И затвор задвигаем уже после того, как мы схватили винтовку. Это важно. На этом мы не теряем драгоценные секунды. Ну, все, погнали дальше. Попытка 3. Пятое упражнение. Алгоритм. От 180 до 250 метров. Модуль 3. Три гонга на 180 метров 10 сантиметров. 206 метров 15 сантиметров. 250 метров 20 сантиметров. Цель А с вот той штуки. Цель Б с этого мешка. Цель С. Самую дальнюю стреляю с сошек. 10 патронов. 120 секунд. Так, ведь винтовка в руках. Ну, ты вот скажи, в какой последовательности я стреляю? АБВ. АБВ. Все. Так, стреляю АБВ. 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 Так. Может, на месте. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Шестое упражнение. Жадность на время. Около 180 метров. Гонги А – 20 см, Б – 15 см, В – 10 см, Г – 7,5 см, Д – 5 см. То есть за 120 секунд до 10 выстрелов нужно не менее 3 гонгов поразить в порядке А, Б, В, Г, Д. В любой момент можно остановиться. Но если промах, то начинается все сначала. То есть обновляются очки. Упражнение «Жадность на время» – очень интересное упражнение, очень азартное. Задача на дистанции 182 метра – поразить как можно большее количество гонгов от большего к меньшему за минимальное количество времени. Поразить надо не менее 3 целей. Остановиться можно в любой момент после поражения 3. Начинаем с гонга 20-ки, вот он слева стоит. Потом 15-ка, 10-ка, 7,5 см и на закуску 4 см. Но сразу скажу четверку, я стрелять не буду. Ну, если только у меня там все подряд не залетит. Ветер очень сложный сейчас, у меня нет метеостанции. По-косвенным, все как по-настоящему. На соревнованиях я стреляю примерно так же. То есть только приблизительно понимаю, где у меня ветер. Так, винтовка установлена, поправка уже введена у меня. Тащить лень, поэтому я буду стрелять лежа. Так, стрелок готов, стрелок готов. Погнали. Попал. Зараза. Все. Тут был последний выстрел. Ну, я стрелял до последнего. Сейчас я, кстати, хочу попасть. По-моему, у меня выше все летит. Не знаю, видно вам там было или нет. Я сейчас добью. У меня 5 патронов осталось. Плюс выглянуло солнце. СТП ушло вверх и так. Без всякого. Ну-ка, я попробую вот так сделать поправку. Потому что у меня на предыдущих упражнениях там малоразмерные цели летело ниже. Ну, реально попасть, в принципе, по этой цели. Попробую. Тут еще завал, кстати, влияет. Или же вы неправильно? Так, убрал два клика. И сразу же попал. Да, у меня выше летело все. Ну-ка, четверку давайте попробуем. Уже вне зачета. Так, левее ушла. Теперь правее. Есть попадание. Ну, то есть вполне реально попадать. Вполне. Давайте еще раз пройдем. Двадцатка. А, все, прошли. Все, патронов больше у меня нет. Жадность на время. Двести пять очков, восемьдесят девять секунд. Ну, то есть, теоретически, надо было останавливаться после третьего гонга. Потом пошли промахи. Ну, берем этот результат. Так. Седьмое. Дверь авто. Дистанция сто семьдесят метров. Гонг десять сантиметров. Ну, я с двери авто стрелял. Так, это модуль два. Дверь авто. Четыреста сорок два очка. Время восемьдесят девять. Секунд. Кит-фактор четыре девяносто шесть. Тоже надо будет сравнить и посмотреть, где бы я был, если бы я стрелял не с мелкашки, а с этой, с обычной винтовки. Следующее упражнение. Дверь авто называется. Дистанция сто шестьдесят метров. Сперва изначально хотел сто семьдесят, но после вчерашней стрельбы решил чуть уменьшить дистанцию. Десять патронов. Дважды нужно поразить гонг. Сейчас гляну точно. По-моему, дважды. Так. Дверь. Да, цель дважды. Первые выстрелы, естественно, все это дело удваивает. Стреляю с двери авто. Винтовка в руках. Сигнал то же самое. Тайм-кодом поставлю. Так, сейчас мы глянем. Так, стрелок готов. Огонь! Огонь! Тайм-кодом поставлю. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю по времени, вложился или нет, но это было эпично. Продолжение следует... 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 то есть дважды поразить цель я все это сделал и удвоение было первым выстрелом то что попал 11 господствующая позиция около 200 метров гонг пятнашка около 20 до 200 метров он там 202 по моему ли 205 метров был так это модуль у нас 2 смотрим газ так следующее упражнение господствующая позиция стреляем 180 метров с камня со штатива неустойчивый без посадки на вот эту штуку то есть это чисто неустойчиво у нас введена уже поправка отстроен параллакс кратность 15 дважды поразить цель надо по одному разу с каждой позиции я так понимаю стреляем с одной позиции пока не поразим цель сперва начнем с камня как наиболее неустойчиво и затем штатив гонг двадцатка в принципе для более-менее устойчивой позиции это легко для неустойчивой но посмотрим сейчас 10 выстрелов нам дается на все про все так видно все сейчас позиции готов готов огонь пустующая позиция шестьсот девяносто очков двадцать восемь и четырнадцать секунд хит-фактор то 452 квон 200 метров так здесь меня принципе без проблем нормально все было то есть 15 сантиметров 200 метров достаточно уверенное поражение идет двенадцатые упражнения без хитростей около двухсот шести метров гонг двадцатка лежа до десяти выстрелов три раза надо поразить цель так это модуль 3 не так упражнение без хитрости 260 метров гонг двадцатка трижды надо поразить 10 выстрелов так вот он гонка да завальчик цель цель 2 3 3 1 3 3 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 7 9 9 10 10 10 10 10 9 15 14 15 16 14 16 15 16 866 очков это достаточно серьезный хороший результат то есть говорит о том что надо дистанцию здесь можно 90 метров сделать 91 короче 75 мало ставлю себе тоже заметочку что здесь переделать надо так 14 светофор от 50 до 100 метров три таблички достаточно длинные так на 75 метров я не попал меня было поражение на 50 на 100 метров так упражнение светофор 100 метровая карточка поражена очки будем считать попозже так сейчас идем 75 метрам по моему здесь нет поражения я уже смотрел да здесь у меня конкретный промах так светофор 553 очка дальше упражнение 15 энштейн 50 метров бумажная мишень с 30 пронумерованными целями то есть нам нужно разгадать несколько арифметических задач и поразить те цели которые являются ответами энштейн упражнение и 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 это и и и и и раз у меня это не получилось, то есть я запутался, не нашел, не положил легенду. Ошибка была, но я об этом сказал в процессе. Так, Эйнштейн, что у меня получилось? 572 очка, из 855 возможно. 16, три лестник, 75 метров, бумажная мишень с двумя зачетными зонами, три лепестка, 2,9 и центр полтора сантиметра. 75 метров, отличная дистанция для этой мишени и не нужно больше. Так, три лестника, вторая мишень, центральная зона и три лепестка. Можно в центр стрелять, можно лепесткам. Попадание в линию не в пользу стрелка, также 120 секунд. 2 минуты. Трелестник 580 17-е упражнение диаметры, дистанция 75 метров оптимальна для этого упражнения, на дистанции 100 метров это очень сложно реализовать, на 50 метров я думаю слишком просто, 75 метров оптимальна, то есть уменьшаем размер мишени из брифинга, печатаем ее в формате не А4, а А5, вешаем на 75 метров, отлично. Диаметры называется, так тоже 120 секунд, 3 ряда надо выбрать, но я буду вверх не стрелять, сдувает здорово, поэтому, так, запись пошла. Ну уже 0 Летит ниже значительно, солнце сошло, и стопы ушло. Как я уже сказал, здесь только выстрел на миллион, надо стрелять на 100 метров, все остальное плюс-минус оптимально работает на 75, при хорошем ветерке это будет нетривиальная задача. Так, чего у нас там, 587, так, 18 смайломания, здесь конечно же на 50 метров надо стрелять, достаточно все сложно, по самым мелким мишеням попасть наверное нереально, либо ее на 25 метров ставить эту мишень, ну либо убирать вот эти самые мелкие, они нереальные. В 5 миллиметров попасть в заграничное время, ну не знаю. Так, вот мои задания, но я не знаю сколько смайлов, просил жену нарисовать мне там несколько, все их надо поразить было. Или не все, короче, я два выбрал из трех, и по ним пострелял, вот этот я что-то вообще не нашел. Так, ну посчитаем. Сколько очков получилось, время сейчас тоже покажу. Два такого диаметра, один этот, в этот стрелять не стал. И самый маленький, нереально. Смайломания у нас, 790 очков из 860, то есть в принципе, выполнил. Ну и все, в принципе, на этом все закончилось у нас. Вот такая тренировка, я получил массу удовольствия, прекрасно провел время, это заняло у меня, ну где-то полторы недели я занимался съемками. Естественно, подготовленная матбаза, которая будет уже сейчас, она позволит значительно сократить время на воспроизводство всех этих упражнений. Я уже для себя сделал пометки, что надо 5 стоек для гонгов. Это не так дорого-то, кстати, выходит. Допустим, для тренировки вармента надо минимум 6 мишеней. Здесь вот можно сделать такие же стойки, как для вармента, только на них вешать гонги. И я вам, наверное, это дело покажу. То есть, чтобы вот эти рамы не возить, можно сделать вот метровые стойки. И втыкать просто для мелкашки этого хватит за глаза, ничего там не вынесет, она прекрасно выдержит выстрел, и можно будет побольше этих мишеней навтыкать, и получить колоссальное удовольствие, чтобы не бегать, не переставлять, а просто стрелять, стрелять и стрелять. И я для себя, наверное, как раз сделаю такую тренировочную линию. И, как я уже сказал, возможно, буду проводить у себя соревнования по МК-снайпингу, потому что эта тема мне очень сильно нравится. Это позволяет оттачивать навыки. Малокалиберная винтовка после выстрела остается. Вы не теряете точку прицеливания. Да, с отдачей работать здесь не получится у вас, но для наработки кинематики, наработки всех этих навыков, стрельбы из неустойчивых, прямо идеальнейшим образом все это дело подходит. И посмотрим, как я отстреляюсь, кстати, на предстоящих соревнованиях по МК-снайпингу. Я постараюсь это видео выпустить до того, как я на них поеду. Все на этом. Спасибо большое за просмотр. Ролик получился длинный, но, я думаю, очень информативный, и вы можете взять его прямо как программу тренировочную с брифингами и со всем остальным. Как я уже сказал, я еще немножко сделаю пояснение, типа такого, как сказать-то, инструкции по применению. Вот здесь вот она у меня есть. На каких дистанциях какие гонги вешать? На дистанции 300 метров пятнашка маленький гонг, тридцатка, наверное, большой гонг. 20 сантиметров, ну, мне бы хотелось чуть побольше. Наверное, 25 сантиметров будет самый оптимальный размер гонга на 300 метров. До, от 200 до 300 метров гонг, двадцатка, пятнашка, наверное, ближе к 200 метров. Наверное, так даже, от 200 до 250, пятнашка. От 250 до 300, двадцатка и на 300 метров 25. Вот это, наверное, оптимально будет. А все остальные гонги, там, пятерки, семь с половиной, их можно вешать на дистанциях от 100 до 200 метров. Вот в этом промежутке. И на дистанции 100 метров надо вешать гонг размером 4-5 сантиметров. По гонгам стрелять ближе 100 метров особого смысла не имею, если только не делать какие-нибудь там супер-пупер маленькие, интересные, динамичные упражнения. Ну, а теперь точно все. До новых встреч. Пока.